Спина ровная, взгляд прямой, обдуваемый всеми ветрами, катит на работу Денис Кузьменко. И редкий маршрут проходит без таких вот коротких диалогов. Как это называется? Это моноколесо. На нем можно без труда объезжать разные препятствия, но научиться это делать вот где без труда, ну никак. Прошлым летом родственник Дениса познакомил его с моноколесом. До этого наш герой о таком чуде даже не слышал. Решил попробуем. Попробовал. И колесо его зацепило. Я-то сразу не смог поехать, соответственно, ну как бы вот спортивный интерес, то есть он едет, а я не могу. Мне тоже захотелось попробовать и следующий день было, это уже шли в магазин покупать мне колесо, чтобы тренироваться. После московского отпуска он привез колесо в новую рингой и закрутилось. Со стороны многим кажется, что на ремне находится мини-пульт управления, как от автосигнализации. На самом же деле миссия ремня гораздо прозаичнее. Для того, чтобы держать колесо при, скажем так, падении, чтобы оно не летело, так как оно может, в принципе, травмировать рядом идущего человека, там по ногам попасть, машину поцарапать. Денис Кузьменко работает в спортивно-оздоровительном комплексе, а этот способ передвижения и для спорта, и для оздоровления, и все это в комплексе. Поехать прямо-то, если по хорошему покрытию, можно, в принципе, минут за 20-30, но основная масса сюрпризов, скажем так, и сложностей, это неровности покрытия, вот их преодолевать уже сложнее. Моноколесу подвластны практически любые поверхности. Асфальт, лесополоса с тропинками, даже по снегу можно. Просто нужно брать и ехать. Причем такая езда здорово развивает общую координацию человека. Нога ставится сюда, на подножку, упирается в корпус, чуть-чуть под наклон, потому что стать на нем прямо, конечно, не получится, он выламывает ногу, и дать ему чуть-чуть движения. То есть, по принципу, наверное, скейтборда, когда пойдет движение, будет легче уже держаться на нем. Соответственно, раз и поехали. Теперь на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые дети на работу за сад. Едут в парьбе от деду, едут к теще на обед. Что же будет с человеком через месяц, тысяч лет, тысяч лет? Солнце распится в синема над головой. Ветер топлится, обгоняет шар земной. Ветры яркие, убедающие тая. Удовольствие от катания, в принципе, самый главный плюс. А недостатки, да не могу пока сказать, не с чем сравнивать. Вот сейчас летом планирую как бы поменять, купить более скоростную модель. Она будет разгоняться уже до 30 км в час. Вот тогда уже расскажу вам про достоинства и недостатки. А у этой модели такие характеристики. Максимальная скорость, да, 12 км. Дальность пути буквально на прошлых выходных 25 км проехала без подзарядки. Колесо весит как полный пакет продуктов, около 12 кг. За пару часов оно полностью заряжается и снова к услугам владельца. А владельцу на колесе всегда повышенное внимание. Окружающие очень бурно реагируют. Причем не только в Оренгоре, в Москве даже. Казалось бы, большой город, там много всего можно увидеть. Но и то народ останавливается, спрашивают, что это, за счет чего движутся. Очень бурно дети реагируют, конечно. Для них это вообще веселье, праздник. С ним будешь давить, ты не поедешь. Дови, дави вперед. Упор на левую ногу едем влево, на правую – вправо. Детские впечатления в этом случае всегда предсказуемы. Очень хорошие. Я думаю, что можно ездить там в какие-нибудь страны на таком электронике. На таком электронике умеет ездить и супруга Дениса. А в его планах в этом году научиться уверенно ездить спиной вперед. Сейчас супруги Кузьменко в отпуске. И можно не сомневаться, что их моноколесо, как истина, где-то рядом. Оценили достоинства колеса Константин Портных, Дмитрий Шолохов, новый Уренгой. Субтитры делал DimaTorzok